Продажу банка Цитаделла продолжают обсуждать и в правительстве. Снова за закрытыми дверьми. Как оказалось, у министров нет единодушного мнения по поводу продажи государственных акций шестого самого крупного кредитного учреждения Латвии. Тему продолжит Яна Рубинчик. Сегодня последний день, когда выбранный правительством инвестор, американский фонд Ripplewood Holdings может высказать свое предложение о покупке государственной части Цитаделла. Впрочем, даже в самом правительстве единодушия по поводу продажи банка нет. Министры национального объединения не скрывают. Они не стали бы продавать банк сейчас. Впрочем, и останавливать сделку они не пытаются. Мы считаем, что лучше было бы более интенсивно вести переговоры с Еврокомиссией, что до этого, по сути, не происходило. И убедить Еврокомиссию, что сейчас геополитическая ситуация изменилась и время для продажи банка неподходящее. Национальное объединение еще 26 июня, когда был сделан первый шаг по продаже банка, на закрытом заседании правительство призвало товарищей поколиться и сделать процесс продажи банка более открытым и понятным обществу. К сожалению, нас не услышали. Сегодня должен был быть заключен договор о продаже. Сделать это до 30 сентября правительство обещало Европейской комиссии. Однако время на обсуждение деталей договора вдруг нашлось. Сроки уже не поджимают, заверила сегодня глава Кабинета министров. Условия там разные, с которыми мы не можем согласиться. И очень хорошо, что Еврокомиссия как бы одобрила, что сделка идет в правильном направлении. Поэтому 30 сентября это уже не то время, когда они хотят уже подписанный договор ведеть. Мы можем где-то 2-3 недели переговоры вести. В ассоциации коммерческих банков считают, что продавать цитаделы нужно как можно скорее. Ситуация в этом регионе не такая, что здесь рвутся очень многие инвесторы. Как мы видели, интерес был не очень-то велик. И поэтому я бы сказал, что для Латвии самое лучшее, чтобы закончили эту историю. Государство вышло из ситуации, когда оно все дает-дает подмогу одному коммерческому банку. И наш рынок бы получил как здесь, так и за рубежом, получил четкую информацию, что в нашем государстве больше нет банков, которые получают государственную подмогу. После заключения соглашения с инвестором, государство получит деньги за продажу банка одним платежом до конца марта следующего года. Это 74 миллиона евро. Сейчас с инвесторами ведутся переговоры по отдельным условиям сделки. Одно из них — как долго они не смогут перепродавать акции. Впрочем, как признается глава Кабинета министров, включить договор условия, согласно которому новый владелец не сможет продавать банк в течение ближайших пяти лет, вряд ли удастся.